Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Напоминаем, что проект как минимум годовой, большой проект. Мы вернулись в эфир, и я очень благодарю всех наших партнеров, которые участвуют в этом проекте разными способами. И в том числе Олега Прохоренко, который вернулся в этот проект. Спасибо тебе большое. И Светлана Занько его ведет. У нас в гостях сегодня Алексей Егоров, генеральный директор компании «Аварус». Добрый день еще раз. В первом части уже немножко рассказывал нам о том, как об особенностях и проблемах, с которыми сталкивается предприятие при инвестировании и расширении, необходимости расширения производства. И подошел Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. У нас наш старый добрый гость. Не старый, но добрый. Да, добрый день. И сразу скажу в самом начале, что у палаты будет 25-летний юбилей 1 марта. Поэтому Николай Михайлович принимает поздравления. И я думаю, что он заслуживает своего должности президента более чем кто-либо. Сейчас мы будем набирать Михаила Некрасова, генерального директора компании «Нанолек». Михаил Сергеевич в Москве будет с нами на связи. И надо сказать, что вот как мы обещали в первом части, мы поговорим о биотехнологическом кластере, о котором говорили много лет. И компания «Нанолек» совместно с компанией «Аварус» устраивали конференцию, где рассказывали о том, какие трудности возникают при развитии такого промышленного кластера, какие этапы мы не прошли, надо было пройти. И тогда, я помню, Алексей Глебович, вы с коллегами говорили о том, что необходимо было исполнить и бюрократические определенные процедуры, которые мы не прошли, не собрали достаточное количество документов, не отправили их в Минэкономразвитие для того, чтобы попадать в федеральные программы. Без федеральных программ сложно развивать что бы то ни было крупное в любом абсолютно регионе. Сейчас мы справку получили от компании «Нанолек», которая такой драйвером является движением, я так понимаю, регистрации как минимум биотехнологического кластера. Но участником этого процесса является компания «Аварус». Я еще перечислю некоторые компании «СКБ МТ», «Росплазма», «Агровед», «Кировская фармацевтическая фабрика», «Вятка УПАК», «ВТК Оптима». Туда же входит или будет входить «Кировпромвентиляция», «Биотин», известный всем. Туда же входит наш опорный вуз «ВятГУ» и наш Кировский медицинский университет. Сейчас мне пишет наш продюсер, что набирает «Нанолек». Предпосылки к созданию кластера мы все знаем, но, возможно, сейчас пока мы выходим, а уже есть у нас связь, мы, собственно, тогда про предпосылки попозже поговорим, а про современное состояние, что с этой заявкой, что с кластером и про планы «Нанолека», прямо сейчас уже можем поговорить с Михаилом Некрасовым, генеральным директором компании «Нанолек». Михаил Сергеевич, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы с нами на связи? Да, добрый день. Очень хорошо. Мы получили справку от вас по регистрации биотехнологического кластера, только я не очень поняла, все-таки Минэкономразвитие уже зарегистрировал нашу заявку или мы находимся в процессе? Мы находимся в процессе только не Минэкономразвития, а Министерства промышленности и торговли, потому что мы создали на территории Кировской области промышленный кластер, а эта категория кластеров относится и регистрируется в Министерстве промышленности и торговли. Документы мы сдали и сейчас идет процесс регистрации. Первую оценочную проверку по документам мы прошли. Михаил Сергеевич, а вот какова цель, задача создания такого кластера? Понятно, что это, наверное, хорошо с точки зрения общей инфраструктуры, знаний и так далее, но есть ли какие-то возможности дополнительные, привлечение средств федеральных или привлечение дополнительных игроков рынка в Киров? Что это дает вам конкретно, на Налеку и всем, кто включается в эту работу? Ну, смотрите, у нас есть уже на территории Кировской области несколько кластеров, но только биотехнологических, их три. Наш Вятка Биополис, он успешно работает и помогает нам объединять усилия производственных компаний и научных. Но вот этот кластер промышленный, почему мы стали двигаться в этом направлении, он регламентирует свою деятельность по постановлению правительства 779, который четко прописывает критерии этого кластера, четко уже прописывает финансирование. Финансирование там уже заложено, я знаю, что по 2017 году было выделено на развитие этого кластера где-то около 600 миллионов, на 2019 год планируется выделение 800 миллионов. Это на развитие проектов, которые в рамках кластера будут осуществлять промышленные и научные учреждения Кировской области. Это именно на НИОКР, да, на научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки? Правительство. Еще раз давайте повторим вопрос, Олег. Это средство, которое можно будет направить на НИОКР? Да. Именно на разработки, а уже производство, оно за счет инвесторов, непосредственно участников кластера? Да, на участников кластера. Каждый кластер представляет свой проект. Этот проект защищает, кроме того, что кластер регистрируется в Минпромторге, затем эти проекты защищаются в том же Минпромторге на созданной комиссии. И если этот проект будет защищен, то в этом случае он уже идет на финансирование из федерального бюджета. Вы предлагаете какие-то свои проекты уже в этом году, которые претендуют на получение финансирования федерального? Мы заявили о разработку, вернее даже не разработку, разработанную вакцину. Мы уже предложили проект по масштабированию, то есть по промышленному производству вакцины, культурально вакцины гриппа, которую мы создали с ноля совместно с новосибирским вектором. — Скажите, пожалуйста, мы сейчас разбираем все-таки инвестиции в нашем конкретном регионе и создание вот такого кластера и финансирование с помощью федеральных программ. Насколько улучшит инвестиционный климат и позволит вам на какие мощности выйти, в какие сроки? — Если только говорить в рамках кластера или в целом по программе «Нанолек», потому что у нас кроме кластера есть еще своя программа развития, своя программа инвестирования. В этом случае вот что у вас конкретно… — Давайте про свою программу, про «Нанолек». — Да, про «Нанолек» мы уже заявляли, программа большая. Для того, что мы в рамках кластера хотим масштабировать, ввести на рынок коммерческую уже вакцину, сонного гриппа, это культуральную. А следующая у нас задача — это разработать ввести на российский рынок ротовирусную вакцину и вакцину против ветряной оспы. Потому что у нас есть информация, об этом было заявлено на уровне федерального правительства, до 2019 года эти две вакцины войдут в национальный календарь прививок. Поэтому мы планируем до этого времени вложить до 3 миллиардов рублей на разработку, на создание производства вот этих двух вакцин. — Производство в Кировской области? — Конечно, но на нашем производственном комплексе… А где же еще? — Ваш производственный комплекс, в том виде, в котором он сейчас существует, эти объемы способны реализовать или потребуется строительство, например, новых корпусов, привлечение большего количества рабочей силы? — Нет, у нас сразу с условием расширения были созданы производственные мощности, которые нам позволят уже без дополнительных капитальных затрат реализовать этот проект ротовирусной инфекции и ветряной оспы. — Михаил Сергеевич, Вы сказали, что работаете в связке с вектором новосибирским, кольцовским. А в Кирове какие-то научные разработки будут готовиться и будут ли готовиться специалисты, или они уже есть в местном опорном ВУЗе для того, чтобы доводить эти разработки до ума или, может быть, заниматься внедрением, получением каких-то опытных образцов и так далее? — Да, хороший вопрос, спасибо. Как раз об этом хотел сказать, что мы с ВИАСГУР рассматриваем программу масштабирования как раз производство вакцины гриппа, где нужно нам создать опытное производство, потому что на реальном действующем производстве, на Налека, мы сейчас сразу перейти от лабораторной разработки практически к прямому производству не сможем. Нужен опытно-производственный участок, который нам позволит отработать вопросы масштабирования. И как раз мы с ВИАСГУ на эту тему разговаривали и нашли общий язык. У них нужно создать такой опытно-испытательный участок с Виварием, который нам позволит уже доработать до коммерческого штамма вот эту вакцину и уже производство полномасштабное запустить на Налеке. — Это в текущем году возможно, да, уже запуск этого опытного производственного участка? — Мы сейчас проговариваем набор оборудования, набор помещений, набор тех работ, которые нам нужно будет осуществить. И мы как раз деньги, которые хотим получить в рамках промышленного кластера, мы хотим их как раз использовать для того, чтобы создать этот испытательный участок на территории ВИАСГУ. — А ребята, которые будут работать по этой тематике, они имеют шанс затем устроиться в Наналек? — Конечно. Мы же еще какую цель преследуем? — Потому что студентов, которые обучаются в ВИАСГУ, мы направим вектор или вектор, ученые вектора приедут, именно по этой тематике проведут курс лекций, чтобы нам, те студенты, которые сейчас на четвертом, пятом курсе, чтобы они вот этой технологией, которая будет выстроена пока в опытном испытательном порядке, то производство антигенов, то создание и производство всей вакцины, производство контроля, который там в ВИАСГУ и все. Вот то есть полный цикл. ВИАСГУ студенты могут не просто в теории посмотреть, они могут это все пройти уже в практическом занятии. — Михаил Сергеевич, вот если мы сейчас описываем ситуацию здесь и сейчас, какие существуют препятствия для реализации ваших инвестиционных проектов в регионе? — Никаких. Я вот говорю, что действительно, я администрация и производство, и ВИАСГУ. Здесь мы нашли полное понимание. И я хочу сказать, что действительно при поддержке, большой поддержке администрации, мы создали вот этот промышленный кластер, которым я думаю, что как раз решение вопроса привлечения дополнительных федеральных инвестиционных денег на территорию Кировской области. — Да, но в таком случае надо сказать, что все-таки не все предприятия, которые входят, вот декларированы в справки, которые я вижу в этом биотехнологическом кластере, не испытывают никаких проблем для осуществления своей деятельности. В частности, Алексей Глебович Егоров, который сейчас находится вместе с нами, он говорит, что необходима скоординированная деятельность и помощь для взаимодействия с государственной властью и органами местного самоуправления для того, чтобы как минимум решить земельные вопросы и инфраструктурные тем предприятиям, которые хотят построить еще там корпуса и увеличить объемы. — У вас пункт 13 — это как раз организация эффективного взаимодействия. Вы понимаете, что помимо вас есть предприятия, у которых трудности идти есть. Вот ваше объединение как может помочь в решении этих вопросов? — Конечно, один из основных параметров постановления правительства 7.7.9 о промышленных кластерах как раз задача стоит не только развиваться какому-то одному предприятию, а как раз направлено на то, чтобы развивать кооперацию между предприятиями, которые находятся на территории Кировского региона. В этом случае, естественно, мы заинтересованы в том, что те федеральные деньги, которые нам удастся привлечь, в этих деньгах еще и развитие тех компаний, которые входят в этот кластер, и в этом случае по упаковке. Зачем нам эту упаковку закупать, скажем, в Казани и в Нижнем Новгороде, когда мы можем это производство при привлечении дополнительных федеральных средств, современное и оснащенное современным оборудованием, создать в Кирове, то есть развить ту структуру, которая с этой упаковкой занимается. То есть в этом случае, вот я первый вопрос вижу о том, что добиться введения средств на модернизацию предприятий, которые сегодня осуществляют производство вторичной упаковки. Я Михаил Сергеевич. Здравствуйте. Это Алексей Егоров. Я тоже несколько слов хочу сказать. Вот Михаил Сергеевич сказал, что на базе Вятского государственного университета они планируют сформировать некий, так назовем, опытный промышленный участок для масштабирования. Правильно, Михаил Сергеевич? Конечно. Конечно. Да, нам эта тема тоже интересна, но у «Нанолек» это свой профиль, это инъекционные препараты, у нас таблеточное капсульное производство, то есть пероральные формы, но принципиально вынести в единый центр такое масштабирование, мы тоже в этом заинтересованы и также считаем это правильным направлением, потому что там будут формироваться и сами отработки, и формироваться база именно по персоналу, то есть по рукам и уму, скажем так. Но здесь на самом деле есть сложности, потому что мое мнение, что вот в такой короткий срок, даже там один год, сформулировать на базе Вятского университета, даже при наличии финансов, там такой участок, там же еще регуляториков станет, потому что эти виварии, лицензии, это бак-лаборатория, то есть это достаточно такая серьезная и тяжелая программа, но то, что ей надо заняться и нужно довести до логического завершения, полностью поддерживаю. Конечно, я вас здесь понимаю и согласен, что, к сожалению, сроки, которые выставили, хотелось как-то форсировать, но не получится, потому что регуляторику у нас устроен таким образом, что на это уходят годы. Ну, а степ-бай-степ мы четко видим цель, которую мы преследуем. Ну, а если уж говорить о твердых формах, ну почему? У них и сегодня там есть уже никакой набор оборудования, надо просто тогда нам действительно и не только сконцентрироваться на биотехнологии, в принципе, и в участок твердых форм тоже можно там пытательный создать. Я думаю, что это возможно. Это нужно сделать. Тогда говорим так, что этим будем заниматься. И последний вопрос, Михаил Сергеевич. Я все-таки возвращаюсь к истории взаимодействия властей региона, тех структур, которые отвечают за улучшение инвестиционного климата и за инвестпроекты. У вас есть какие-то предложения, как улучшить систему, может быть, управления или взаимодействия? Потому что сейчас изменения до сих пор происходят в структуре правительства, и каждый раз назначается новый чиновник, который отвечает за инвестиционные проекты. Я как минимум трех таких знаю. Не очень только разбираюсь, кто за что, но будем пытаться с помощью этой программы тоже. Может быть, следует какую-то отдельную структуру, новую создать? Или сейчас Алексей сморщился и сказал опять с этого какие-то новые структуры. Или все как есть, сейчас все вот прям устраивает абсолютно? Смотрите, вот я тоже против создания каких-то новых структур. Достаточно есть у нас кластер, пусть он развернется по полной программе. Теперь смотрите, не нужно изобретать велосипед. Мы договорились с Санкт-Петербургом, мы вышли с предложением о том, чтобы устроить встречу промышленного кластера, участника промышленного кластера и администрации Кировской области по обмену опытом. Потому что у Санкт-Петербурга в этом плане уже они далеко продвинулись и в них накоплен достаточно большой опыт. Мы договорились и администратор согласился создать рабочую группу и в конце февраля Санкт-Петербург по обмену опытом как раз развития инвестиционного климата в Кировской области, пользуясь уже тем, что в Санкт-Петербурге этим вопросом давно занимаются и у них накоплен богатый опыт. У нас связь прерывалась. Губернатор согласился, что вы едите рабочей группой. Губернатор возглавит эту рабочую группу и все мы туда поедем и посмотрим, как в этом плане развивается Санкт-Петербург. В конце февраля, правильно я понимаю? Февраля, да. Все, мы с Олегом планируем еще одну тему на март месяц по итогам этой поездки. Какой опыт будет изучен и что уже будет решено применить на территории Кировской области. Спасибо. Михаил Некрасов, генеральный директор компании «Нанолег». Я вот сейчас хочу попросить прокомментировать эту ситуацию Николая Липатникова, президента авиатской торгово-промышленной палаты. Ну, вот такую радужную прям картину Михаил Некрасов нарисовал по поводу создания биотехнологического кластера. Хотя мы знаем, что очень много проблем и препятствий на пути создания такой вот прямо яркой, гармонично развивающей структуры все-таки и было, и, наверное, остается. Я бы добавил еще к этому вопросу. У нас вообще кластеры в других сферах инвестиционных, они как себя реализовали? Все, ну, вы мониторите ситуацию? Вы знаете, когда говорят о трудностях, я всегда привяжу простой пример. Чтобы перейти дорогу, надо сначала посмотреть налево, потом направо. Понимаете, убедиться, что дорога свободна, можно идти. Трудности есть везде. Кластеры по биотехнологиям были поразглашены в течение лета лет. Практическая работа, скажем, чтобы она весомо дала результаты, ну, пока очевидимых я не видел. Конференции были. Ну, конференции, важная, нужная конференция. Вы знаете, идея, идеология сознания кластеров сама по себе в том, что объединяются люди, близкие по духу, по профессии, по технологиям, ну, по опыту работы своей. И это вовсе не значит, что должны создаваться новые офисы, помещения, наниматься секторикой, курьерой, водителем и так далее. Суть не в этом. Суть в другом, что они близки по духу и находят формы. В том числе общаться в виде конференции, обмена опытом и так далее. В том числе через изучение и подачу проблем. Вот шел разговор здесь, который сказал, вот Михаил Сергеевич, кстати, его предприятие, чемпалаты, так же, как Аварусь его филиал. И это меня радует. Что нужно, чтобы сегодня это произошло? Многие годы в России ведется один и тот же разговор. Многие годы. Без результатов особых. Это связь с наукой производства. Образование наукой производства. Многие годы это была самостоятельная, не очень пересекающаяся система между собой. И вот радостно слышать, что сегодня это поняли и понимают глубоко те, кто занимается этими процессами. Вот опять же взять на налег. Я был не один раз на налег. Я видел эти процессы, которые происходят. Говорит о том, что сегодня я полный университет при всем глубокое уважение к идеологии создания полных университетов. Создать вот эти самые опытные участки прав Михаила Сергеевича абсолютно. И прав абсолютно Алексей Глебович. Это же совершенно иное требование. Это сертификация. Это же контрольные органы. Причем это законное требование. Это же безопасность людей. Поэтому, на мой взгляд, сотрудничество состоит совершенно не в ином, но в несколько, может быть, не ином подходе. То есть есть производство, огромная территория на налега, современные, подсоединенные технологии. И есть люди, думающие, скажем, в опорном университете. Где это будет лаборатория? На мой взгляд, это не так важно. Чтобы там было проникновение идей, мыслей, научных знаний. Изначально как раз такие лаборатории в ГАЗИСах размещали, что в ГАЗИСах были закрыты. А где это будет, это не важно. Это вот как раз участники этого кластера и порешают. Причем здесь власть. Какая роль власти? Огромная, огромная роль. Понимание, что сегодня территория в отдельности, и Россия в целом, может развиваться при одном условии. Условие это простое. Понимание власти, что без науки, без взаимодействия с наукой, без коммерциализации, извините, на работах Россия встанет. Мы уже отстали во многих, к сожалению, направлений. Вот сегодня отстали еще и в космосе, как оказалось. Да, да, да. Ну вот не хочется, знаете, это в хорошей погодой день говорить о неприятных вещах. В общем, приятные вещи. Сейчас вот буквально-буквально... Там на обшивке везде написано, что это сделано людьми, не указано какой национальности и принадлежности стране. Я, по-моему, вчера, позавчера по одному из центральных каналов показали нашего академика, который как раз занимался атомной энергетикой. Вот фамилия сейчас выскочила из головы. Послушайте, ведь если бы, прошу прощения, в прошлые времена, единственный человек в то время, который олицеплял власть, это военные годы. Вы знаете, о ком речь. Жестко сказать о Сталине. Но если бы он не увидел этого письма, сколько таких писем, которые идут от науки, от умных людей, они просто пропадают никуда. Потому что вот это чиновниче-братья иногда просто не доводит, скажем, я вот с удовольствием общаюсь с нашим губернатором, потому что, глядя в глаза, я веду, конечно, Игоря Владимировича Васильева, глядя в глаза, мы видим, что у нас есть понимание, мы видим, что мы занимаемся общей целью. Вот сейчас вот мое желание, и я уже высказывал, и до этого и сейчас вот вчера с Кочетковым встречались с Максимом Николаевичем. Давайте в систему введем встречи на уровне первой лица области, губернатора в частности, с нашей представительной науки. Что мы имеем сегодня в Кирове? Не из сельского хозяйства Ростока, на базе которого создается межрегенеральный центр, входящий в систему Российской Академии Наук, где работают два академика Российской Академии Наук. Поверьте, не каждая территория сегодня владеет научным потенциалом. Вот через наше окно введен ВНИОС. Всероссийский научный институт охотничества Пушнины работает в 37 регионах России, и, к сожалению, не важно, работает в Кировской области. Давайте поанализируем все научные возможности, как в Узовской науке, так и в Прикладной. Совершенно верно сказано по Мет-университету, ранней Мет-Академии. Мы встречались на базе Мет-Академии тогда еще, Царство Небеша Шахунов Игорь Васильевич, и мы видим, что потенциал есть. А как здесь потенциал именно в союзе власти и науке бизнеса? Ну, что вам показать по поводу потенциала? Все-таки рейтинговые агентства, которые публикуют рейтинги инвестиционного потенциала регионов, до сих пор относят Кировскую область к региону с пониженным потенциалом и умеренным риском. Прервемся сейчас на короткую рекламу и продолжим с нашими гостями. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Ведут ее Олег Прохоренко и Светлана Занько. У нас в студии Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, и Алексей Егоров, генеральный директор компании «Авварус». Мы пытаемся сейчас связаться с Дмитрием Трегубовым, компанией «Демал», которая, насколько я знаю, занимается производством магнитов, которые реализуют по всему миру электромагнитов. Не на территории Кировской области реализация основная. Все это за границей, но производят здесь. Это экспорт производит здесь. Более того, два года назад в Ахрушах было открыто дополнительное производство, большой корпус, и сейчас там идет активный поиск рабочих рук и так далее. То есть производство расширяется, плюс они заняли площадку частично завода 1 мая. не задействованную, и тоже там налаживают производство. То есть есть внутренние ресурсы для инвестирования, есть хороший спрос. Вот хотим переговорить тоже с Дмитрием Анатольевичем. Да, пока он не на связи. И что является там, в чем, точнее, власти региональные могли бы помочь как раз предпринимателю для того, чтобы его все возможности реализовать в полной мере. Мы будем пытаться связываться еще с Дмитрием Анатольевичем. Но пока вот Алексею Глебовичу все-таки вопрос. Возвращаясь к нашей теме, возвращаясь к теме инвестиций и площадок, все-таки земельных участков, здесь в перерыве специально так вот проблему обозначили Николаю Михайловичу Липатникову по поводу территории биохимзавода 54 гектара. Мы говорили о том, что объемы производства, которые сейчас там размещаются, несравнимы с теми, которые были в Советском Союзе, когда был биохим. И статус территории не меняется. И конфликтных ситуаций очень много возникает. Когда и как может разрешиться эта ситуация? Сейчас я бы не хотел гадать вот так с лету. Понятно, что объемы производства сократились. Не знаю, не уверен, что, скажем, сфера влияния, негативное влияние, она уменьшилась. Это просто надо решать Роспотребнадзор. Эти вещи изучают, определяют, рассчитывают санитарные зоны. Вы не знаете. Вот такой нет информации. Просто надо эту тему, которая должна привести интерес первой власти, которая должна обеспечить безопасность населения. И второе, конечно, собственно, те хозяева, которые там сегодня работают. Ну давайте, Алексей. Вот здесь судья. Да, Алексей Глебович. Ну давайте, вот вы, Светлана, в прошлой минуте, или как мы там, пятиминутки нашей, закончили тем, что рейтинг инвестиционный. Верно, пониженный потенциал, умеренный риск. Пониженный потенциал. Вы знаете, вот в 2016 году мы встречались с губернатором. Я тогда сказал, что это первый раз за 20 лет пребывания в Кирове. Первое лицо пришло к нам на площадку. То есть это говорит о том, что власть развернулась лицом к бизнесу. То есть это очень позитивный сигнал. И мы тогда имели беседу. И я пообещал, что мы максимально сделаем свои мероприятия внутри компании для того, чтобы развернуть выплаты, чтобы они пошли в бюджет. На сегодняшний день, да, мы остались резидентами московского региона. Но при всем при том, я вот справку подготовил, там, допустим, с 2015 по 2016 год. То есть наши отчисления на 2016 год увеличились на 38% в бюджет Кировской области. Если сравнить региональные налоги по Москве, то есть они у нас увеличились только на 5% в отношении предыдущего года. И о чем хочу сказать? Первое. То есть изначально был фокус в том, что резидентами или не резидентами мы резидентам помогаем. Я очень благодарен руководителю налоговой службы, которая дала комментарии свои. Это надо просветить в работу в отношении этого тоже вести. Хоть кто-то поблагодарил руководителя. Нет, я сейчас ее еще раз поблагодарю, потому что у меня есть с чем сравнивать. Поверьте мне, я слышу много негатива, но я говорю, ребята, а вы посмотрите, что происходит в других регионах. И у нас, я вам хочу сказать, не самое... Я не говорю, что нет совершенства, куда стремиться, но та ситуация, которая есть в Кировской области, она вполне комфортная для бизнеса. Вполне. Сейчас прямо на живых примерах вам приведу для того, чтобы было с чем сравнивать. Но я вернусь к руководителю налоговой службы. Она четко сказала, ребята, если предприятие производственное, если она имеет мощности, станки, площади в Кировской области, неважно, резидент или не резидент, достаточно большой объем инвестиций идет в Кировской области. Это заработная плата, отчисление с нее, налоги на имущество, транспортные расходы. И вот подсказывают коллеги, что, наверное, там на телефоне вывели звонок. Поэтому... Продолжайте заканчивать это своё мысль. Просто ещё раз, здесь не должен стоять водораздел в этом направлении. Ещё раз повторюсь, если предприятие не торговое, если это не какие-то услуги, потому что сегодня-завтра они как ртуть, понимаете, перетекают из региона в регион. И это самые мобильные такие предприятия, которые очень сложно уловить, и они уходят и от налогообложения, и хитрят там, и так далее. Тоже промышленные объекты. Это то, на что как раз-таки любой регион должен опираться и развиваться именно за счёт таких вот основных якорных налогоплательщиков и производителей. Один из таких производств как раз является компания «Димал». У нас Дмитрий Анатольевич Трегубов, генеральный директор компании «На связи». Дмитрий Анатольевич. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, очень приятно. Вы сейчас в Ахрушах как раз, правильно понимаю? Да. На новой площадке. Скажите, пожалуйста, вот сейчас обсуждали разные предпосылки, которые препятствуют или помогают инвестировать на территорию Кировской области. У вас ощущение, ну так как вы здесь и бизнес создавали, и открывали новые производственные мощности, у вас как ощущение в целом есть возможности и предоставляют ли такие возможности руководству? Местная, власть местная для развития? Да, значит, возможности однозначно такие есть. Здесь сложилось свой ряд таких положительных условий именно в Кировской области. Это связано прежде всего с тем, что, ну мало того, что область, площади большие, невостребованные земли есть однозначно. Самое главное другое. Здесь, особенно в Голосном городе, сложилась великолепная техническая школа вокруг университета, поэтихнического университета. Сейчас продавили три университета в одном, ну это, я думаю, что не хуже скажется. То есть есть большого количества специалистов, подготавливаемых, в том числе много в наш город приезжает из других городов учиться. Это, естественно, положительное влияние оказывает. Ну что еще там, в транспорт нас есть инфраструктура, вот сейчас дороги в Казахстан наконец-то стали в области резко улучшаться. И у нас вот бизнес-связок машиностроительный, мы поставку ведем во все регионы страны практически. А геометрический, скажем так, расположен достаточно удобно. То есть можно ехать и на север в порты, и на юг, и на восток, и на запад. Мы все и в автотранспорт, это все охватываем. Как вам далось открытие новой площадки, вот как раз практически не в чистом поле, но... У меня в данном случае в чистом поле. То есть это вообще гринфилд? Да, на федеральной трассе, в поселок, недалеко газ провели, рядом от чисты находится, федеральная трасса, электроэнергия. Ну вот, в общем-то, как бы, все вновь. Съело это много от жизни или было достаточно комфортно? Съело, конечно, много. Как бы начали мы скапываться с земли где-то уже почти 10 лет, ну чуть поменьше, может, 9 лет. Помните, кризис 2008 года там прервал все это хозяйство. А вот буквально в последние годы там довольно интенсивно произошло развитие. Понятно, сначала, как обычно, инфраструктура, создание инфраструктуры, подтяжка воды, электринезии и так далее. Сейчас мы это делаем хозяйство форсиво. Ну и помогло, помогает, однозначно, то, что произошло в связи с прошлым годом. Дмитрий Анатольевич, вы пропали. Что помогает однозначно? Повторите, пожалуйста. Однозначно помогает та, что вот эта система импортозамещения. Ага, система импортозамещения для машиностроителей и для вашего производства. Да, для машиностроителей, западная продукция дорогая, неудобная. В курсе все крупные предприятия взяли на пользование отечественным производителем. Это, конечно, у вас плюс. Вы от этого выигрыш. У нас остается 3 минуты до завершения программы. И все-таки мы хотим понять и от каждого сейчас гостев получить ответ. Вот по рейтингу национального рейтингового агентства мы на 70-м месте по итогам 2017 года. На 70-м из всех регионов по инвестиционной привлекательности. По рейтингу эксперта за 2017 год мы, как я уже сказала, регион с пониженной инвестиционной привлекательностью и умеренными рисками. Не очень красивая картинка. Что нам мешает и что помогло бы нам? Коротко. Мешает. Ну, наверное, мешает. Если регион сам по себе достаточно бедный, то денег больших, лишних нет. В общем-то, недостаток финансирования мешает. Однозначно. Конечно, было бы очень хорошо кредитов местной программы использовать для поддержки малого бизнеса. Они есть, они используем. Например, по лизингу раньше была прекрасная программа, несколько лет пользовались, но компенсация первого взноса. Сейчас она ушла. Все-таки с кредитами проблемы определенно возникают. Высокий уровень кредитования. Это все мешает. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Трегубов. Давайте от каждого нашего гостя тоже попросим такой ответ. Алексей Глебович, пожалуйста, генеральный директор компании «Варус». Алексей Егоров. Ну, постараюсь коротко еще раз. На текущий момент, с моей точки зрения, есть все предпосылки и все возможности и инвестировать, и расширять производство и так далее. Вопрос заключается в том, что, смотрите, налоговая ситуация и отношение налоговых органов, государственных органов, торговой и вязкой палаты к бизнесу, я считаю, крайне позитивной и нормальной. Он не хуже, а даже, наоборот, лучше, чем в других регионах. Например, я могу сказать, что я с руководителем налоговой службы по 31-й налоговой инспекции ни разу не смог встретиться, ни разу не смог войти в диалог. Но меня проверяют каждые три года выездные проверки по 8 месяцев у меня выездные проверки. Я просто здесь... А что мешает нам? Привлечение денежных средств, на мой взгляд. Нет, на сегодняшний день это тоже не проблема. Если бизнес ваш прозрачный для кредиторов, если они понимают, как он устроен, кто руководит бизнесом и так далее, привлекаться под 10% где-то примерно среднему крупному бизнесу не проблема. Да, мелкий, маленький бизнес это надо решать. С моей точки зрения, вопрос, который требуется на сегодняшний день, это помощь региональных властей более консолидированно, более точно по решению каких-то вещей, без которых, на самом деле, невозможно решать какие-то проблемные точки. То, что говорил Николай Михайлович, нужно встречаться, да? Нравится название программы. Нам всем нужно сделать и власти, и бизнесу, и депутатам, и которым названным органом разворотный бизнес. И вместе решать задачи. Все получится. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Разворот на бизнес». В следующий раз мы встретимся с вами 21 февраля, два раза в месяц наша программа, двухчасовая. Благодарим наших гостей Алексея Егорова, генерального директора компании «Варус», Николая Липатникова, президент Торгово-промышленной палаты, Олег Прохоренко и Светлана Занькова, вели этот эфир. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова